День воскресный, день чудесный. Сразу к делу. Ребята, вот сколько бы мы не снимали выпусков про загородную недвижимость, неважно что это, каркасный дом, дом из кирпича, из блоков, хороший дом, плохой дом, всегда, абсолютно всегда к каждому выпуску встречается комментарий типа «это все стройхлам». Обратись к Сергею Петруши, пусть он приедет, посмотрит на эти дома, сделает свою выездную экспертизу и докажет всем нам, что это хрень. Точно такой же комментарий был к выпуску, который вышел совсем недавно, где человеку построили двухэтажный дом, и он сидит, смотрит на него и не понимает, то ли ему его ломать, потому что одни говорят, дом твой разойдется, то ли делай отделку, внимание, правильно, заезжай, живи. Вот обо всем этом мы сегодня поговорим, потому что, как вы поняли заголовка, за кадром Сергей Петруша. Сергей, давай с твоего позволения на «ты» можно Сергей, Серега, Серый, нормально? Да, нормально. Друзья, с уважением всегда относимся к нашим гостям. Давайте в самом начале внесу ясность для тех, кто не знает, кто такой Сергей Петруша. Это имя и фамилия автора канала «Стройхлам». На канале Сергей показывает, что нынче строит. Он приезжает, делает осмотры, диагностики, рассказываю простыми словами, и говорит, вот это «Стройхлам». А вот здесь допустимый его, очень сильно люди полюбили, снимают он, в принципе, давно, и частенько его приводят как авторитета в строительстве. Вот Сергей Петруша, если скажет, что дом хороший, значит, можно доверять, можно брать. Почему я вас всегда приглашаю подписаться в телеграм-канала, ссылка, на который ждет вас в первом закрепленном комментарии. Клик-клик, и вы уже там. Там я делал публикацию, что Сергей написал комментарий к предыдущему выпуску, и я не упустил возможность предложить ему записать совместный выпуск. Ну, действительно, очень часто про него говорят. Сергей откликнулся, и в четверг, 20 июня, мы записали интервью. В этот день в Москве и Московской области был шторм. А в процессе этого шторма мы снимали выпуск. Изначально задумка была погулять по улочкам, но не получалось, поэтому мы стояли под крышей, соответственно, местами где-то будет немного фонить дождь, но не всегда, поэтому отнеситесь к этому с пониманием. Я задал Сергею самые интересные вопросы, в том числе те, которые писали вы в телеграме канала. Таким образом, у нас получится большое интервью. В описании ждут вас тайм-коды по каждому вопросу. Можете посмотреть, о чем пойдет речь. Без размазывания каши по тарелке мы начинаем прямо сейчас. Поехали. Люди сегодня, думаю, так, построить себе дом. Вот начинается либо каркасничек, либо из кирпича, либо из блока. А можешь купить готовый. Вот есть ли у человека на момент июня 2024 года в голове появляется мысль, что нужен дом? Вот вопрос так и будет звучать. С чего начинается стройка? Вообще, вот есть у меня деньги или может быть нету, но я хочу дом. Какие у меня вообще должны быть первые шаги? Так развернутый вопрос задам. Я понимаю, что ты это много рассказывал. Вот какую-то выжимку попробуем сегодня сделать. Так проверяю строителей, бывалых или нет. С чего начинается стройка? Стройка начинается с туалета. Это правильный ответ. Фактически, конечно, нужно понять вообще, для чего это все. Потому что у кого-то есть квартира, кто-то в ней нормально живет. В принципе, у него есть вся инфраструктура вокруг. Вдруг человек решает построить себе дом. И естественно, если у него нет опыта, особенно если это молодые ребята, у кого сейчас, допустим, есть доступ к какой-то льготной ипотеке, они не знают, что их ждет за городом. Они не понимают, что инфраструктуры практически нигде нет. И очень часто они утыкаются просто в ситуацию, когда дом уже построен, а жить в нем очень сложно. В семье появляется два-три автомобиля. Это жена постоянно работает водителем. Она постоянно всех перевозит. Она не может работать не в том плане, что она там должна деньги зарабатывать. Она жалуется, что она не развивается. Она там зависла, в общем, в этом загородном своем поместье. Поэтому нужно, конечно, для себя иметь четкое представление, что такое загородная жизнь. Потому что многим загородный дом не нужен. И особенно молодым людям я считаю, что загородный дом иметь рано, если тебе там нет еще, допустим, 30 лет. А лучше иметь и загородный дом, и квартиру. То есть размениваться на квартиру и загородный дом не стоит, потому что лучше иметь нормальную квартиру и иметь дом выходного дня какой-то. Вот в таком формате пожить, понять, твое это или нет, и потом уже, может быть, как-то дальше идти в строительство. Потому что нужно понимать, что ипотека – это достаточно серьезная долговая нагрузка, это надолго, и очень часто различные, скажем так, индивидуальные решения, которые сами собственники вносят в эти дома, они не позволяют потом этот дом продать с той ликвидностью, с которой хотелось бы. Поэтому сначала нужно ответить на вопрос «зачем?», а потом уже выбирать себе место, метраж, технологию. Ну, как бы, в общем, нужно составить список, что этот дом будет вам давать и в каком виде это будет. Например, многие до пандемии не задумывались, что если у вас двое разнополых детей, то в доме должна присутствовать еще плюс одна комната. То есть сейчас, допустим, самые популярные дома – это дома с четырьмя спальнями, потому что это спальня родителей, двое разнополых детей, у них свои комнаты. И четвертая комната – это кабинет, потому что многие стали работать на удаленке. И не имея вот этого помещения, жизнь в этом доме, она превращается просто в сущий ад, потому что спальни стали компактными, то есть это 8-10, 10,5 метров, и эти помещения не позволяют разместить комфортно в них, допустим, рабочий стол. Если даже он там размещен, кому-то нужно утром поработать, а жена, допустим, хочет поспать. Кто-то оказывается снова там на кухне. И вот эти постоянные перемещения, как бы, то есть это не работа. Поэтому нужно четко как бы взвесить, ну, во-первых, по бюджету, потому что количество комнат, оно тоже будет ограничено, как бы, средствами. И понять, как вы будете в этом доме проживать, что вы там будете делать. И после этого только уже выбирать там подрядную организацию, либо какой-то проект, допустим, себе искать. Как-то так. Друзья, ну, мне кажется, уже, знаете, так некоторые скажут, о, это как-то все сложно. Я думал, мне сейчас скажут, приезжаешь туда, вот там на кнопку нажал, деньги положил, через три месяца пришел, дом стоит. А здесь, кажется, надо подумать, да, прежде чем все это сделать, надо нарисовать, желания какие-то, все меняется постоянно. Ничего себе. Почему говорят, что путешествовать очень важно? Путешествие – это не просто отдых или развлечение, это возможность узнать что-то новое, обогатить свой внутренний мир свежими впечатлениями, встретить интересных людей и почувствовать атмосферу разных культур. За одну неделю вы увидите больше, чем за один год повседневной жизни. Поэтому путешествовать важно и нужно, выходя из знакомой среды и расширяя свои горизонты. А вот МТС Тревел поможет вам путешествовать чаще. Бронируя отели на сервисе МТС Тревел, вы получаете кэшбэк 25% без ограничений по сумме. А накопленный кэшбэк сможет использовать на следующее бронирование и снова отправиться в путешествие. И вот, чтобы было сделать проще первый шаг, воспользуйтесь скидкой в 20% на первое бронирование отелей по промокоду Машков. И изучите прямо сейчас интересующие вас направления по ссылочке в описании. Путешествуй чаще с МТС Тревел. А можешь вот так вот, зажимая по пальцам, просто перечислить шаги? Допустим, человек определился, что это должен быть за дом, определился, какой должен быть район. Дальше что начинается? Покупка земельного участка. Покупить его нужно или его лучше искать через торги? И вот именно твои советы, как ты это видишь? В общем, я на самом деле считаю, что в тех бюджетах, в которых работает условная молодая семья, наверное, на них будем ориентироваться. Потому что сейчас, по сути дела, кроме как молодой семье и айтишникам, потечные деньги не дают. У кого в кармане есть котлета, там 15-20 миллионов, тоже таких людей мало. В общем, ориентир на молодежь. И в тех бюджетах, в которых они обычно строят, участок должен стоить, как правило, 3-4 миллиона рублей максимум. И в таких цифрах участвовать в торгах, наверное, бессмысленно. Потому что если мы покупаем гектарами, либо покупаем на торгах какие-то участки, которые реализуются в рамках банкротных каких-то дел, то, наверное, это имеет смысл. В общем, считаем, что мы просто идем в лоб и идем покупать участок на каких-то общих основаниях. Здесь, опять же, нужно разобраться сразу будет с категориями земель. Потому что, допустим, если это будет какое-то СНТ, либо коттеджный поселок, как это принято у людей называть, то нужно готовиться к тому, что придется платить деньги управляющей компании. Потому что если вы живете в деревне, то там вам свет чинят и дороги чистят. Это все бесплатно делает муниципалитет. Но запросто, допустим, может оказаться за забором какая-нибудь корова, например. И человек будет иметь право на это. Ну, может быть, крупный рогатый скот и нет, но какие-нибудь, не знаю, курицы, петухи, окей. То есть сейчас первую волну хейта я схвачу, потому что скажут, что ты имеешь против людей, которые работают на земле. Я лично ничего против не имею. Но многим может не понравиться, допустим, запах и песни петухов за забором. Поэтому это важно. Поэтому формат коттеджных поселков, он подразумевает оплату, но, в принципе, более-менее спокойный такой образ жизни. Вот определились, соответственно, деревня, либо не деревня. И едем туда и смотрим себе участок, но учитывая именно специфику дома. Потому что дома, они все к участкам привязываются. Ну, по-нормальному, если это делать. И можно купить участок, например, который раскрывается на север. То есть у нас дорога на юге, участок раскрылся на север. И при этом у нас, например, фасад дома таким образом спроектирован, что мы проект, допустим, уже приобрели, я не знаю, или спроектировали с архитектором. И, соответственно, у нас будет раскрываться в неправильную сторону. Там нужно будет либо перепроектировать, зеркалить, либо работать с архитектором. То есть может получиться очень такая неудачная покупка, если к этому подойти неправильно. Геология, геодезия, пока мы это не рассматриваем. Соответственно, дальше, если мы этот участок приобрели, нужно с архитектором этот дом посадить на участке. То есть это следующий шаг. Это тоже очень важный момент, потому что многие думают, что воткнуть дом на участке и жить, как бы, это норм. На самом деле потом сталкиваются с тем, что где-то не хватает полметра там тачку поставить, либо там баньку захотелось, как бы, и все. Уже вопросы какие-то возникают. Дальше, соответственно, уже переходим к работе с подрядной организацией. То есть нужно тоже как-то ее выбрать. Ну вот я, например, вас сегодня пригласил на выставку для того, чтобы вы могли, например, походить посмотреть. Точно так же люди могут прийти, посмотреть, сами определиться, что им понравится. Но лучше, конечно, здесь воспользоваться все равно помощью архитектора. Есть такая профессия архитектор-дизайнер. Это архитектор, который отучился на архитектора, а потом еще на дизайнера. То есть эти люди, как правило, они знают чуть больше, и они могут семье попробовать собрать вот этот виртуальный дом для того, чтобы его поставить потом на вот этот виртуальный участок. Естественно, когда мы покупаем участок, нужно тоже очень сильно задумываться об инфраструктуре. Потому что, вот, например, в этом месте, рядом у нас Green Lounge, это Open Village, если, допустим, мы хотим ребенка отдать в школу, здесь некуда просто отдавать. То есть нужно будет ездить в ближайшие населенные пункты. Зимой там около монастыря, там постоянно пробка. Я сам живу как бы в Истринском районе, и у меня ребенок учится в частной школе. Не потому что я не хочу муниципальную, а потому что нереально. Дальше уже, наверное, детали пошли. Ребята, вот это на самом деле очень важно, и понятное дело, что тема глубокая, с точки зрения того, что один только этот вопрос мы можем с тобой раздуть на часовое интервью, потому что, ну, я думаю, ты поддержишь, что можно купить земельный участок, а потом выяснится, что рядом у тебя есть сосед, который на первый взгляд был тихий, а он, например, сдает посуточно дом, и имеет на это право, и поехали, да? Хорошо, что ты обратил на это внимание, потому что у меня дом в очень тихом месте. Я его, прям, это место обожаю. Это тупиковая дорога, последний участок, заповедник. И у меня в этом, в прошлом году появился чувак, который построил Афрейм для того, чтобы его сдавать. И теперь периодически там устраиваются гулянки. И как вот, да, сразу вот эта вся изюминка вот этого загородного жилья, она сразу так вот оп, и нервячок такой, да, в животе. Охота там, может, по жопе даже. Да, и получается, что если ты покупаешь дом, как правило, в коттеджном поселке, где достаточно высокие платежи, там, скорее всего, будет строгая управляющая компания, будут строгие правила, они будут отстаивать правила этих жильцов, право на тишину, будут постоянно вызывать полицию, там может быть чоп какой-то, и вот таких вот историй там не будет. Но это объективный факт. Чем проще поселок, просто сидит какой-нибудь вахтер, там шлагбаум открывает, или вообще просто карточка, там ты будешь вынужден воевать с этим самостоятельно. Ну, а как воевать против шумящих людей, вызвать участкового, но он приедет, что-то составит протокол, в лучшем случае, а то и вообще ничего не составит. Скажет, что имеет право, свой дом, земля, время 11 ночи нету, поэтому до свидания. Чтобы было веселее, погода так начинает сегодня усиливаться, друзья, мы снимаем в четверг, сегодня передают там ураган, дождь, смерч, и мы как раз в этот день так совпало договорились снимать, и поэтому мы снимаем под козырьком, я думаю, вы оцените. Отсюда под погоду жесткий вопросик тебе, я его прям так и пометил. Хей, ты блогер, возомнивший себя экспертом, образования у тебя нету, ездишь, принимаешь дома, людей кошмаришь через свой YouTube канал, рассказывая всем, что везде все хрень полная, обращайтесь ко мне, и я вам это за ваши же деньги докажу. Это такая некая выжимка из комментариев под твоими некоторыми роликами, вот примерный посыл такой, что ты скажешь, давай начнем с образования, начнем с того, как вообще ты пришел в тему строек, откуда у тебя этот опыт, вот можешь про это напомнить людям? Ну, я закончил Московский государственный строительный университет по направлению промышленное и гражданское строительство, это было уже мое второе образование в осознанном возрасте, плюс я закончил очень много различных учебных программ по повышению квалификации в том же самом МГСУ, то есть это центральный строительный вуз российский, центрея просто не бывает, и плюс я учился достаточно длительный курс по судебной строительной технической экспертизе, то есть это очень объемный курс, это не то, что там сейчас можно закончить за там три недели, то есть это годовое практически обучение, вот, поэтому с точки зрения образования у меня там все в полном порядке, я сейчас учусь в аспирантуре Института лесных, горных и строительных наук, то есть у меня достаточно серьезная диссертационная работа, у меня есть научные статьи, патенты, ну, как бы человек, который это пишет, это скорее всего просто... Мимо проходил. Ну, страйбак, которого нагнули, теперь он будет обижаться всю жизнь. Слушай, а опыт можешь сказать, вот вообще возраст, как давно ты этим занимаешься, вот именно практический образ, потому что у нас очень часто такой, знаешь, спор идет, образование, это ты сидишь за партой, условно, а когда ты приезжаешь и начинаешь трогать, ты такой, о, блин, я про это читал в книгах, условно, там, так не должно быть или так должно быть, вот именно практический опыт, какой у тебя в годах? Десять лет уже я занимаюсь экспертизой, именно судебной экспертизой последние пять лет, то есть это уже все, когда официально все на именно судебных бумагах, вот, поэтому вот опыт такой, то есть я достаточно давно в стройке, я, ну, в Москву-то я переехал, сколько, шесть лет назад, до этого я жил в Санкт-Петербурге тоже шесть лет, ну, семь, и пять из них я занимался именно строительством и экспертизой технодзором. Следующий вопрос, вытекающий из предыдущего. Хейт, риэлторы тебя ненавидят, особенно риэлторы загородной недвижимости, я даже нашел один постик, когда пишешь в гугле Сергея Петруша, стройхлам, отзывы, вылетает некая статья, где некоторые люди говорят, вот ты, так сказать, приезжаешь и говоришь, дом, хрень, вот проблема, вот проблема, вот проблема, при этом риэлторы говорят, а почему мы должны вообще об этом говорить, мы работаем на стороне продавца, наша задача, как в рекламе, показать только с позитивных сторон, а кому что не нравится, пусть ищут сами, это с точки зрения вас, как покупателей потенциально. Вот твое мнение по поводу того, что они тебя хейтят, как бы ты это вообще прокомментировал? Ну, я, в принципе, общаюсь достаточно плотно с риэлторами, есть очень много риэлторов, которые работают на стороне покупателя, и они не заинтересованы в том, чтобы получать какую-то встречную комиссию, ну, знаешь, у них же есть эти истории, там, встречной комиссии, когда я пришел с тобой, ты покупатель, а у оператора, допустим, квартира продается, и риэлторы договариваются о том, что они эту комиссию пилят, и очень много риэлторов действительно цивилизованных, ответственных, которые нанимают нас на проверки этих домов, потому что они следят за своими репутационными рисками, и они хотят, чтобы клиент купил что-то и потом расстраивался по этому поводу. Поэтому, да, есть риэлторы, у которых один принцип, наша миссия – комиссия, больше их ничего не интересует, соответственно, естественно, они как бы будут хейтить. А по поводу того, что им ничего не нужно знать, а мы им ничего и не рассказываем. То есть, пускай они остаются, как бы сидят там в своей темнице, а мы поработаем с риэлтором, которому не все равно. Ну, вообще, вот ты можешь какую-то обратную связь дать именно по риэлторам, агентам недвижимости, именно связанным с загородным строительством? Их вообще присутствие на рынке, оно нужно, не нужно? То есть, ты вот сам как это видишь? Они помогают людям? Или от них ничего толкового нет? Вот ты как бы прокомментируешь? Я раньше думал, что они все бестолковые, ну и сама по себе это профессия сорная. Но получается, какая ситуация? Например, ты построил дом, или он у тебя был в инвестиционных целях как-то, неважно, в общем. Ты хочешь его продать. Ты даешь объявление, пришел один человек, второй. Третий говорит, я завтра не могу, давайте послезавтра. И начинается хождение. Сотни людей хотят посмотреть этот дом. И часто, допустим, время экспозиции этого объекта, оно может быть год, например, два. Возникает вопрос, а кто будет показывать этот дом? Ты же работаешь, ты же деньги зарабатываешь, а не экскурсии водишь. Естественно, как бы здесь приходится нанимать риэлтора, потому что сам ты сделать просто это не можешь. А часто и не хочешь, например. Я вот, ну, примите-то к себе, могу сказать, что для меня лишние контакты, они напряжены как бы. Ну, я предпочитаю общаться по делу, лишнего не хочу. И поэтому, если ко мне придет 200 человек в дом, например, за год, для меня это будет напряг. Вот тоже такой комментарий есть, немного едкий. Оборудование и выезд. Мол, твои услуги с каждым, не знаю, годом все выше и выше стоят. Приезжая на объект, у тебя огромное количество различного оборудования, которое некоторые говорят, что это все фикция. Приехал, разложил, показал. Мол, для того, чтобы посмотреть дом, достаточно иметь там три прибора, не более. А у тебя, насколько я знаю, у тебя там даже есть какие-то такие легендарные некоторые фишки твои. Накачать дом теплом, потом его проверять тепловизором. Ну, условно, вот я так кратенько скажу. Вот что ты вообще по этому поводу скажешь и можешь так перечистить? Каким ты оборудованием пользуешься и почему оно, как ты считаешь, необходимо в твоей профессии? Так, ну давай я с конца просто начну. Вот у нас, допустим, дом в отделке. Вот, к примеру, вот дом. Вот у нас есть фундамент. То есть без прибора узнать, что находится внутри этого фундамента нельзя. Начнем просто с этого. Поэтому, если у тебя нет дорогостоящего оборудования, ты просто слепой. Что ты можешь сделать? Ты можешь какими-то, ну, это называется органолептические методы проверки. То есть ты можешь способы. Ты можешь, допустим, руками потровать, глазами посмотреть, понюхать, как бы пахнет деревом, там не пахнет формальдегида, может быть. Вот весь твой как бы инструментарий. Плюс можешь взять, допустим, рейку геодезическую, померить, там, кривой, допустим, дом или не кривой. Все, по сути дела, ты не можешь вообще во внутрь этого дома никак заглянуть. По поводу проверки дома на герметичность, это давно всем известная методика. И многие говорят, это не нужно. Это что-то там Петруша придумал. Есть ГОСТ 31-167-2009. В 2009 году, это уже вторая была итерация этого ГОСТа, до этого, ну, на самом деле его раньше ввели. То есть, 15 лет назад в России появился ГОСТ на проверку домов на герметичность. Я это не придумывал. Это оборудование всю жизнь всегда продавалось в Соединенных Штатах, в Европе. Сейчас появились там российские аналоги. И все всегда там проверяли. То, что мы начали проверять массово в России, это не говорит о том, что мы там что-то придумали. До этого эти услуги предоставляли просто узкоспециализированные организации. Ну, а у нас это там в пакет, в общем-то, как бы входило. По поводу того, что стоимость растет, тут, знаешь, это рынок. Я всем показываю абсолютно открыто на YouTube-канале, чем я пользуюсь, как это работает, как это определять и как правильно, допустим, с этим работать. Никому я не мешаю пойти купить то же самое и работать точно так же. Ну, а просто люди не хотят тратить деньги. Они хотят приехать, взять, я не знаю, условный там полтинник, и при этом иметь какой-нибудь склерометр за 10 тысяч рублей, рейку, там, лазерный уровень, ну, как бы, чтобы комплект этот стоил там до 100. А пойти купить прибор, который стоит пару миллионов, они, естественно, не хотят. И возвращаясь к вопросу цены, не я регулирую эту цену. У меня, вот если я сейчас открою телефон и покажу тебе график, там просто места свободного нет. Сегодня чувак пытался просто запихаться на воскресенье там правдами или неправдами. Я в 3 часа ночи сегодня приехал с Санкт-Петербурга, вот сегодня мы утром с тобой стоим здесь, потому что график просто перенасыщен. И поэтому, естественно, как любой здравомысший человек, я просто стараюсь прореживать этот график повышением цены. Цены конские, серьезно тебе скажу, мне порой даже стыдно называть, как бы, эти расценки там. Ну, спрос же есть, и люди готовы платить. Кто-то, может быть, даже из твоих клиентов наверняка скажет, ну, для кого-то конские, а для кого-то подъемные. Люди разные бывают, доходы у всех разные. А можешь сказать, вот у тебя в совокупности то твое рабочее оборудование, которым ты пользуешься, сколько вот суммарно плюс-минус на сегодняшний день стоит? Ну, сейчас пару приборов очень сложно оценить, потому что в России просто как бы нет аналогов. Если оценить их в валюте в Европе и привезти, ну, все в совокупности где-то около 10 миллионов будет стоить. Вот 10 миллионов рублей ты условно с собой везешь на объект, чтобы посмотреть состояние дома, вообще сделать какое-то заключение, правильно? Да, но из этих 10 половину стоят два прибора. Хочу задать вопрос, связанный с работой, потому что зачастую люди смотрят выпуски на ютюбе, ну, в частности, твои, других людей, кто ходит там, работает руками, вроде связанных с экспертизой, землей, с подбором машин, чего угодно. И они думают, блин, вот я сижу там у себя, 50 тысяч условно получаю, нахрен мне это надо? Сейчас вот хотя бы трех клиентов в месяц буду делать, как ты сказал, за полтинничек, уже 150 будет. Он думает, так, что делать? Сейчас пойду, курсы пройду за три недели, как ты сказал вначале, и все. И у Сергея Петруши на рынке появляется новый молодой конкурент. Вот что ты скажешь с точки зрения того, вообще реально ли сегодня человеку переобучиться, сколько это займет времени именно на конкретную профессию по приемке и оценке домов? Ну, нет на самом деле ничего нереального. Точно так же, допустим, вот ты, если разбираешься в экспертизе автомобилей, то, ну, ты можешь ответить, что ты можешь взять себе какого-нибудь подсобника, ученика и обучить его. Точно так же и здесь. Единственное, что сделать это самостоятельно будет очень сложно. Лучше, конечно, какое-то взять, не знаю, наставничество, подмастерие там устроиться, как бы этот процесс пройдет гораздо быстрее, потому что, ну, вот стажировки, допустим, они же не зря раньше были. Там, не знаю, ординатура у медиков, это же тоже не просто так все. Поэтому, да, обучиться можно, но сам факт того, что ты обучился, он у тебя не... Ух, нифига себе. Да, сегодня говорю смерч и так далее, поэтому, друзья, если вдруг сильно шумновато от воды, извиняемся, но в целом звук должен быть хороший. Так вот, сам факт того, что ты обучился, он не даст тебе возможности работать. Ты, опять же, без этих приборов слепой. Ну, нельзя, допустим, пойти диагностическое обследование, медицинское, глубокое, без приборов, какой бы там ни был специалист. То есть все этим пользуются. Поэтому, да, можно, но потратить деньги на это будет все равно нужно. И как сейчас обстоят дела, честно говоря, я не знаю, потому что многих приборов, к сожалению, в России просто нет. И я знаю, что все устроено таким образом, что если ты привозишь его в Россию, он становится кирпичом. Но у меня есть такие приборы, которые работают, определяются в софте геолокация, то есть они все понимают. Слушай, ну вообще, в целом, какой бы ты срок назвал, допустим, если я с нуля, там, ухожу из-за, условно, там, автобизнеса, ну, любого бизнеса, вот в экспертизы, в приемке домов, вот сколько реально человек, можно даже все равно какую-то теорию понять, какие виды фундаментов бывают, какая там, не знаю, кладка кирпича бывает. Это же столько, столько нюансов. Смотри, ты можешь стать, по сути дела, обследователем, то есть сборщиком данных. На это уйдет плотная работа, ну, в подмастерьях условных, допустим, с пятью там выездами в неделю хотя бы, примерно полгода. Через полгода ты будешь собирать данные очень круто, часто не хуже, чем, допустим, инженер. Но инженером все равно ты не станешь, потому что ты, не имея, как бы, образования, вот этого специфического строительного, ты не понимаешь очень часто, как работают конструкции, а из-за того, что ты не понимаешь, как они работают, ты не понимаешь, куда лезть, смотреть. Потому что мы, когда приезжаем на объекты, у нас есть промышленные объекты, есть объекты, которые охраняются, как бы, ну, охранными структурами государственными, допустим. Я не хочу называть, короче, просто потому что все равно придется это удалять. Вот, там, где транспортная безопасность, авиационные, там, различные истории постоянно мы там обследуем. Вот, там ты просто должен прийти, посмотреть, понять, как бы, карту деформации, как будет составить там схему и идти вот в тот угол, в который нужно. В противном случае, если у тебя там взлетно-посадочная полоса и 20 тысяч квадратных метров, ну, ты просто будешь обследовать это год, а надо обследовать за два дня. Поэтому инженером не станешь. И обследователям, ну, можно попытаться стать, и я думаю, что это удастся. Ну, займет это, по-хорошему, наверное, год. Давай затронем один из таких важных комментариев для тебя, с точки зрения именно подборки домов готовых. Вот, я не могу понять, можешь мне как-то это объяснить? На дворе 2024 год. Ракеты летают в космос, машины уже делают летающие, искусственный интеллект, и ты не понимаешь, с кем ты разговариваешь. То есть, действительно, технологии шагнули сильно вперед. Но когда мы открываем YouTube и смотрим, что людям строят наши профессионалы, я подчеркиваю, профессионалы именно компании со строительным опытом, с которыми ты неоднократно сталкиваешься, одноэтажные, двухэтажные дома, без чего-то, либо сверхъестественного по проекту, ты приезжаешь, люди рассказывают, хрень на хрени, косяк на косяке, и это все то ли развалится, то ли нужно ломать, переделывать. Вообще, твое мнение, почему так? Неужели это так сложно строить такие простые, казалось бы мне, дома? Сложного, в принципе, ничего нет. Здесь можно аналогии с автомобилями просто привезти. Все сейчас свято верят в то, что китайские автомобили не отличаются от европейских, допустим, от японских. Ну вот был случай недавно, в коттеджном поселке, град прошел, китайцы стоят мятые все. И люди, когда их покупали, они думали, что зачем я буду платить 15, я заплачу 6. Купили, и потом поняли, за что они объективно отдали деньги. С домами плюс-минус такая же ситуация. Все ходят просто по краешку, вот по краешку дозволенного. Естественно, человек, который покупает дом, а многим может показаться, что я построил дом за 30 миллионов рублей, это большие деньги. Но ты же не умеешь считать себе стоимость. Ты же не понимаешь, что, допустим, да, возможно, этот дом построили за 30, но он себе стоимостью стоит 28. И то там краили просто везде. Потому что, ну, посмотри, обрати внимание, допустим, на строительной площадке. Видишь ли где-нибудь блок-контейнеры, например, какие-нибудь, чтобы у рабочего, например, условно была своя там малогабаритная квартира. Они живут все как бомжи. Живут в бытовках по 4 человека, 4 мужика. Но какой нормальный человек объективно с нормальной психикой будет жить вчетвером в бытовке годами? То есть это соответствующий тип людей, соответствующий склад ума. И, естественно, мы получаем настройки кадры сами по себе, которые работают руками. Многие из них прекрасные люди. Но просто очень тяжело в такой обстановке жить, работать и делать свою работу качественно. Плюс такая же точно история в офисе, например. Есть инженер-конструктор, например. Сейчас зарплата средняя по рынку 150 тысяч рублей. Каменчики сейчас зарабатывают по 250. Кровельщики могут еще больше зарабатывать. Вот сидит человек, который потратил кучу времени, естественно, на обучение, на стажировки. И он не хочет просто работать в ИЖСе. Он идет в крупные компании, где его ценят, где у него все социальные гарантии, где нет директора самодура какого-то. И работает там. Поэтому в ИЖСе, во-первых, очень жесткий дефицит кадров. Во-вторых, у нас законодательно не закреплены требования к этим строениям. Поэтому строй как хочешь, по сути дела. И как бы то ни было странно, многим может показаться, что дома дорогие. Они, да, дорогие в абсолюте, но очень сильно выросла себестоимость. Строительным компаниям сейчас очень тяжело выживать, потому что прям все на грани. Я статистику вчера опубликовал. Я был на Digital Day, короче, был в этом, Домклик проводил в Санкт-Петербурге. На 70% у нас выросла себестоимость материалов за последние 4 года. То есть каркасные дома подорожали на 140-150%, у них еще больше рост. Каменные подорожали на 80% вообще в себестоимости. То есть все, многие компании закрываются, деньги, которые они привлекают, они закрывают ими кассовые разрывы. То есть строительный бизнес сейчас очень сильно буксует. Еще интересный момент сюда же, если углубиться. Вот, допустим, возвращаясь к тому же самому нашему выпуску, которого ты видел, про этот дом. Там картина какая? Человек приехал делать экспертизу. Ты посмотрел эту экспертизу, и ряд людей тоже писали, что вот сам вот этот человек эксперт, что он как бы эксперт в кавычках, и к нему больше вопросов, нежели чем к экспертизе. То есть сводит к тому, что приезжает, ну назовем его профессионал, но он как бы профессионал, и доверия ему никакого нет. Это первое. Второе. Приезжало руководство компании, они выехали на дом, они посмотрели на все эти трещины, они их принимают, они говорят, мы в шоке, мы за 10 лет такое видим впервые. Но при этом ты отмечаешь, что ничего критичного в этом нету, и просто неправильно подобрана отделка под технологию постройки дома. Но при этом есть люди, которые с пены у рта прям бьют в грудь и говорят, что он дальше вот так вот раскроется, разойдется и рассыпется. И они тоже говорят, что мы строители. Вот я стою на рынке, знаешь, как бы я говорю, ребят, ну я не разбираюсь, но мне нужна помощь специалистов. И вот человек так же делал. Он еще нанимал со стороны надзор, который должен был контролировать дом. И в итоге претензий предъявить некому, никто ничего не знает. Вообще, это что такое? Я объясню, на самом деле все просто. Все панические настроения все, они от незнания. То есть люди просто боятся, им кажется, что что-то где-то отрезнуло, как бы и все. То есть я, например, работая в экспертизе, часто встречаюсь с тем, что бетонные какие-то элементы, какие-то конструкции, они имеют трещины. Для бетона это нормально. То есть многим может показаться, что трещина в бетоне это ненормально. У железобетона такой принцип работы. Потому что у него в растянутой зоне всегда образуются трещины. Либо мы их видим, либо мы их не видим. И они точно так же нормируются. Эти опасные, эти не опасные. Эти ремонтопригодные, эти нет. Поэтому люди паникуют из-за того, что увидели трещины. Но по факту они же не эксперты. И строители тоже говорят, мы строители. Строители строят. У строителей нет квалификации проводить какую-то оценку вот этих вот элементов. Потому что там есть определенные методики, есть нормативы, и все. Но в строительстве, в нормальных домах, там существует такой документ, который называется проект производства работ. И если бы у нас в строительстве клиенты платили за такие проекты, то там участвовал бы еще один специалист, который хорошо разбирается именно в технологиях. То есть он сказал бы, вот смотрите, вы сделали, например, железобетонный монолитный каркас, и заполнили его газобетоном. И сразу же вы делаете отделку. Ну понятно, что пойдут трещины, потому что газобетон усаживается, а бетон не усаживается. Естественно, как бы на стыке этих элементов, что у него, кстати, там и произошло, образуются трещины. Но эти трещины, они не носят никакого опасного характера. Должна быть проведена нормальная комплексная экспертиза. Но я, конечно, понимаю, что по фотографиям гадать это очень сложно. Там еще самый такой, не знаю, топовый, да, есть способ, это хрустальный шар вообще без выезда. Это как бы можно дома сидеть. А это когда вот это, шар скажи мне? Да, шар скажи мне. Это топовые эксперты так могут делать. И поэтому, конечно, делать выводы по увиденному на ютубе можно только исключительно предварительно, сопоставив их с какими-то схемами дефектов в других там домах, допустим. Ну вот, но здесь не было проекта производства работ, поэтому согласование вот этих материалов, согласование, рассогласование, его как бы никто не проверял. У газобетона есть нормативная усадка, там, ну, в среднем она 0,3 мм на метр. Мы понимаем, что если у человека, допустим, высокая стена, к примеру, я не знаю, сколько у него в доме, ну, 3,5 метра, то у него откуда-то должен появиться миллиметр трещины. Ну вот просто по-любому он должен где-то взяться. Естественно, он себе найдет место и треснет. А человек начинает как бы паниковать. То, что компания приехала и начала там охать, как бы вздыхать, я не верю в то, что они искренне, ну, сами верят в то, что такого не бывает. Потому что я на их объектах был, у этой конторы, как бы, и плюс-минус ситуация, как бы, у них там повторяется. Почему это никак не регулируется? Вот нам люди писали, ты вот к Сергею обратись, у него есть некий депутат, с помощью которого, я тебе рассказываю прям, как вот, вводные какие дают, с помощью которого можно сделать депутатский запрос, можно написать заявление, короче, раскрутить дело так, чтобы нерадивого, назовем его, застройщика, взять за шкирку и там чуть ли не засудить. Вот дай, пожалуйста, на основе своего опыта ответ, почему у нас никак это не регулируется? Вот в чем пробоина, какую там дырку нам надо закрыть, чтобы люди понимали, что когда они обращаются в компанию строительную, что их точно не кинут. Про Акидалова мы сейчас чуть больше вопросов тебе зададим. Но почему не регулируется? Потому что очень сложно, наверное, распространять, пытаться распространять эту законодательную практику на конкретно взятые регионы. То есть мы не можем, допустим, взять в Тульской области разрешить строить самостоятельно дома, а в Московской не разрешить самостоятельно строить. Я, честно говоря, как бы не юрист, но мне кажется, что это, наверное, не работает так. Именно в федеративной, получается, федеративном государстве. И поэтому, если, допустим, мы введем вот эти обязательные требования к этим жилым домам, что мы будем делать в деревне, например? Там, ну, объективно люди строят дом, я смотрел просто вот по ипотеке, там, Республики Северного Кавказа, ну, самая низкая сумма ипотеки, самая маленькая. Средняя сумма, там, миллион рублей. То есть они берут, буквально сами там делают вот эти станки, на которых там прессуют эти блоки, сами себе кое-как собирают дома. Ну, потому что низкий доход, как бы, у людей. И мы не можем это зарегулировать, потому что, если мы, скажем, строить по нормативу, у них дом сразу из миллиона рублей стоит 10, как бы, и все, все застопорится, все встанет. И поэтому мы разрешаем всем, в принципе, действовать так, как им нужно. Зарегулировать это очень легко. Человек должен понимать, что у него есть договор, и в этом договоре есть приложение, он может сам зарегулировать это и дать строительной компании документ, по которому она будет строить. Но ведь проект нужно сделать, за него нужно заплатить деньги. А он стоит не 30 тысяч рублей, не 50, если его индивидуально по тебе разрабатывали, адаптировали. Это 300-500, но на этом же... Проект дома. Вот площадью влияние имеет площадь дома? Ну, естественно, они берут плюс-минус за квадратный метр, но сильного влияния это не оказывает. Потому что количество часов работы плюс-минус одинаково. Ну, если мы не берем там дворцы уже какие-то. Но ведь, понимаешь, нужно же накроить, как бы, на этом. Лучше эти там 300 тысяч, которые можно отдать за проект, лучше оставить и купить себе, я не знаю, там, PlayStation последний в доме. Вот давай даже сюда прям сразу тебе вопрос. Потому что обычно у нас привычка такая, что мы хейтим всех, а вот люди сами, потребительский терроризм, или человек думает, так, ага, везде дом стоит... Ну, давай даже так, услуга стоит везде 10 тысяч рублей, а вот тут я нашел, поторговался 7 тысяч рублей. Ему все говорят, да это нереально, это крайне низкая цена, это там вообще в минус люди работают. А он говорит, это вы мне по ушам чешете? Я сейчас тут сэкономлю, там сэкономлю. Вот вообще твое видение, насколько люди сами поддаются и допускают возможность вот косячить и давать возможность косячить другим. Две трети минимум людей, они сами виноваты в том, что они получают вот такие вот проблемы. Потому что я тебе могу вот точно сказать, что вот этот дом, который был у тебя в видеоролике, человек, когда выбирал себе компанию застройщика, он сто пудов выбирал по цене. То, что он говорит, что дом сам по себе дорогой, это не означает, что он там дешевый в себе стоимости, но это, я просто эту контору знаю, она занимается всегда демпингом. То есть они всегда берут заказы на демпинге. И он сто процентов там сэкономил. Потому что, если я хочу иметь у себя в штате, допустим, какого-нибудь грамотного инженера, я должен зарплату ему дать не сто и не сто пятьдесят. В Москве не будет работать инженер. Грамотный инженер. Не будет. Сейчас вот серьезно, многие могут удивиться, реально хороший конструктор от четырехсот тысяч. От начинается. И все, и в космос полетело. Если я хочу, чтобы эти люди постоянно были у меня в штате, мне нужно платить. И поэтому я к этому дому должен просто на фонд оплаты труда прикрутить еще там 3-4 миллиона рублей. Смело. А там такого нет. Там все на аутсорсинге. Просто сидит какой-нибудь чувак там в соседней республике. Что-то нарисовал, какую-то документацию выдал, они там построили. Потом мохают, вздыхают, как бы все. Хорошо. А вот с точки зрения тех же самых историй, вот мы так же недавно прям снимали, когда люди берут ипотеку, есть аккредитованный застройщик, они считают то, что если он аккредитован банком, то все. Им все все должны, за них все везде проверили. Гарантия 101%. То есть прям вообще до конца. Но потом выясняется следующее, что застройщик тебе за 10 миллионов рублей построил, вот сваи тебе вбил, ну и так вот, вот так вот сделал из палок. И как бы на этом все. И он исчез, ушел в туман. При этом он меняет, пытается заблокировать, ликвидировать свое юрлицо, либо там меняет руководство. Короче, нехитрые схемы, легкие, которые в целом считаются легальными схемами, это нет там чего-то такого, знаешь, там сверху обмана. Но по факту спросить не с кого. Они в долгах, ничего не построено, но уголовного дела нет. Ну давай вернемся к вопросу депутата просто. Они говорят, у Петруши есть какой-то депутат. У меня нет никакого депутата, это просто люди, которых я знаю. Просто мы сейчас доросли до такого возраста, когда наши сверстники, взрослые дяди уже, они начинают занимать какие-то серьезные посты. Это нормально, это всегда так было. Потом проходит какое-то время, когда ты был всемогущим, и ты становишься никем. Потом молодежь тебя начинает догонять и по жопе шлепать, короче. Ну, если ты им там где-то нагадил, да, в свое время. Поэтому, да, есть просто объективно люди, которым не все равно. Не нужно думать, что там во власти сидят одни мудаки. И в правоохранительных органах работают нормальные люди, и в Думе сидят нормальные люди. Просто в целом у нас получается, из-за того, что есть некие общие правила, и мы часто как бы не можем там поднять руку и проголосовать за что-то, всем кажется, что как бы у нас все это идет по какой-то кривой дорожке. Вот, но есть открытые инструкции, то есть этот же самый депутат, он у нас на канале, прямо заявляет, вот, ребят, я депутат, пожалуйста, вот я и есть на сайте Государственной Думы. Вот так вот заполняется обращение. Они никуда не исчезают. Каждый, кто заполнил обращение, каждый получит обратно ответ за номером, и можно будет отследить. И люди должны быть уверены, что если там действительно есть какая-то подоплека, допустим, все связано с уголовными делами, еще что-то, это обязательно дойдет туда, куда нужно. Но люди очень часто сами виноваты, и юристы их провоцируют. Они говорят, о, тебе не построили дом. Давай сейчас мы взыщем. Как вот, знаешь, я не помню, по-моему, этот вот парень из твоего видео, он что-то по этому поводу говорил. Что-то неустойки там еще что-то. Да, неустойка, что не 0,1, а 1 процент. Да, да. Там неустойку насчитали, там, условно, 40 миллионов рублей. Это грубо скажу, а дом стоит 30. Вот смотри, когда речь заходит про то, что тебе могут с неба свалиться 40 миллионов рублей, забрало, опускается просто у всех. То есть приходит юрист, который говорит, да, мы сейчас их натянем в суде, сейчас все штрафы, в общем, эти взыщем, у тебя будет исполнительный лист. Все. Юрист просто не говорит, что дальше исполнительного листа не пойдет. Ничего не будет. И, соответственно, у человека есть возможность. Хотя законодательно, как бы, это право у него обращения в уголовные инстанции, как бы, не отменяет. Но по факту, если, допустим, ты уже обратился в гражданский суд, а потом пошел в полицию заявление написал, то 99%, что тебе будут постоянно присылать отписки, что у вас гражданское правовое отношение, до свидания. Поэтому с самого начала, если, допустим, там есть какой-то реальный ущерб, не в его случае, когда у него трещины пошли, и дом, допустим, аварийным признанным у него не будет, а в случае, если тебя кинули, тебе не построили или не достроили дом, в этом случае ты можешь обратиться в правоохранительные органы. Но все хотят закрыть, как бы, своего оппонента по 159, час 4. Спят и видят, потому что, видимо, в особо крупном размере. Четвертая часть, это, наверное, еще группа лиц, скорее всего. Ну, юристы подскажут. Ну, выведен, да. Ну, вот, и они говорят, вот, сейчас ты у меня присядешь. И начинают его долбить по 159. Но 159-ю не доказать. Я не юрист, я просто общался с юристами, они говорят, что умысел не доказать. Ну, как ты докажешь, если человек приходит и говорит, я не планировал обманывать. Тем более, что ты строил, да? Но растрату, 160-ю статью, доказать легко. И по 160-й статье мы уже многих людей кого-то отправили в СИЗО, кто-то под домашним арестом сидит. Это руководители компании, которые кидали людей. И поэтому, если действительно такая ситуация случилась, вас обманули, нужно пытаться через правоохранительные органы, через депутатские запросы, которые будут идти потом в прокуратуру, а они будут с полицией там взаимодействовать. Вот таким образом. Юристы, которые говорят, мы сейчас зыщем, ну, пускай лесом идут, потому что они дополнительно нагрузят человека своими услугами, а по факту ничего не будет, будет вот эта вот бумажка. Отсюда такой вопрос. А как-то вообще можно перестраховаться? Вот, допустим, почему я должен вообще об этом думать и переживать? Ну, я прям такой, знаешь, вопрос из зрительного зала. Когда я хочу, чтобы мне сделали, как обещают изначально, потому что всем изначально обещают, мы все построим, у нас опыт есть. Мы все сделаем, у нас опыт есть. Вот, смотри, мы там с 2018, с 2013 года существуем на рынке, и вроде бы отзывы есть хорошие, а потом в какой-то момент раз, и на тебе вот этот вчера еще хороший застройщик заканчивается и начинается разруха. Как-то вообще возможно предугадать, проверить и убедиться, что вот точно тебя не обманут? Ты, кстати, следи за мной, потому что меня может в сторону уводить, и ты можешь не получать ответ на свой основной вопрос. Потому что про банки мы коснулись этого вопроса, аккредитации. Да. Мы его не закрыли. Ну вот как раз. По факту аккредитация банка ничего вообще не решает. Наоборот, сейчас аккредитация банков во многом стала вредной. Это касается конкретно Домклика. Потому что по их пилотному проекту, вот с этими льготными ипотеками различными, если, допустим, компания имеет какие-то суды, то автоматом на период, пока эти суды идут, аккредитация снимается. То есть крупная компания, допустим, которая строит много хороших домов, она попадает в суд, ты обратился, сказал, меня не устраивает ручка. Они говорят, мы менять не будем, у нас договоре такая. Ты обращаешься в суд, банку все равно, что там. Вот когда разберетесь, тогда аккредитацию вернем. То есть они тебя разаккредитуют, а какая-нибудь молодая помойка, которая предоставила 5 фотографий построенных домов и липовые договоры о том, что между вами были взаиморасчеты какие-то, все, эта компания автоматом помещается на витрину, и ты можешь у них заказать дом. А это, как правило, просто какая-то помойка, где деньги просто растворятся. Поэтому аккредитация банка вообще ничего не означает и надеяться на нее не стоит. Следующий вопрос был про то, как вообще избежать, возможно ли этих обманов со стороны застройщиков, крупных, малых. Есть два таких момента. Первый момент связан с тем, что сейчас разрабатывается закон о счетах и скролл. Он в августе будет уже, ну как бы обещает в августе принять, два чтения уже прошло. И этот закон как бы хранит твои деньги, как на квартирных домах, на счете банка. То есть ты, когда подписываешь документы, счет и скролл раскрывается, и эти деньги переводятся компания. А до этого она строит за кредитные деньги, которые ей предоставляет банк под 1% стоимость кредита. То есть увеличения стоимости дома практически не происходит. Мы на самом деле долго бились по поводу этого закона. Очень много на нас обижались строительные компании, потому что они не получают возможности пользоваться деньгами клиента, закрывать свои дырки, которые им очень хотелось бы закрывать. Но тем не менее это вот один такой способ. Но не все компании будут работать со счетами и скроу, там есть определенные требования. Сейчас пока пилот этот только в дом РФ, в дом Клике его нет, и поэтому есть сложности. Второй момент, с которым сталкивается человек, когда его кидают, это связан опять же с его жадностью. Потому что ты можешь прийти в строительную компанию, условный дом за 10 миллионов рублей. И тебе говорят, смотри, вот короче дом стоит 10 миллионов рублей, если ты сейчас 70% предоплаты вносишь за материалы, нам нужно зафиксировать просто стоимость материалов, и в этом плане они немножко правы, то, соответственно, у тебя дом дорожать не будет. Что ты можешь сделать? Ты можешь сказать, не надо, есть гражданский кодекс, который позволяет подрядной организации повысить цену в случае существенного изменения условий. То есть материалы подорожали, они тебе повысили. Ты можешь, да, прогадать в этом моменте и переплатить за материалы, потому что в сезоне они подорожают, но ты можешь платить 10%, еще 10%, еще 10% поэтапно. Держай эти деньги у себя. Но людям нужно кроить, понимаешь? То есть они не хотят, они хотят вот эту твердую цену, и вот этой твердой ценой, как правило, мошеннические организации, как раз таки, ну, псевдо-мошеннические, они заманивают своих клиентов. То есть если у тебя дом за 10 миллионов рублей, неплохо было бы иметь 12,2 держать в резерве, и тогда, если они тебе останутся воспользующиеся, если ты потратишь, ну, пусть это будет твоя страховка. Хорошо, а вот здесь, как бы ты прокомментировал, вот, допустим, я нарисовал проект, все, у меня уже есть, пусть это будет дом 100 квадратов, простой, понятный. Я прихожу к одной организации, она мне говорит, под ключ за все 10 миллионов рублей. Прихожу к другой организации, они мне говорят, 13,5 миллионов рублей. Когда я задаю вопрос, в чем разница, вот они как раз отвечают, там, где дороже. У нас инженеры хорошие, у нас бригады хорошие, у нас, в общем, само по себе качество внимания людей лучше. У нас специалисты. А другие говорят, слушай, это все хрень, они тебе просто по ушам. Видите, 3,5 миллиона – это разница, это то, что он себе положит в карман и купит себе какую-нибудь машину дорогую, зарубежную, не китайца. И, соответственно, как вот в этой ситуации быть? Кому бы ты вообще порекомендовал бы поверить? Тем, кто подешевле берет, или все-таки переплатить эти деньги? Пусть это будет не 3,5 миллиона, но я так для примера привожу. Там, где действительно есть специалисты. Опять же, как-то это вообще можно проверить, что реально это специалисты, а не вот по ушам ездят людям? Ну, естественно, можно попросить скинуть хотя бы копии дипломов об образовании. Ну, все-таки человек должен понимать, чем он занимается, какой деятельностью. Потому что, например, многие почему-то считают, что полностью проектированием дома занимается архитектор. Но у нас есть архитектор, а есть конструктор. Это две разные специальности. То есть, ну, конструктор, есть инженер ПГС, а есть архитектор. То есть, 0,7 специальность архитектуры, 0,8 промышленное и гражданское строительство. Поэтому, допустим, архитектор, если он просто один в штате компании, он не может спроектировать полностью дом. Его этому не учили. Он отвечает за строительную физику. Все, что связано, допустим, я не знаю, с теплыми стенами, светопрозрачными конструкциями, удобством, планировками, всеми вот этими делами. За конструктив отвечает другой человек. Если в штате компании его нет, ну, соответственно, можно задать вопрос. Как бы вы деньги-то берете дополнительно. А где эти люди-то у вас? Ну, или покажите документы какие-то, не знаю, где они учились. Можно так сделать. Большая компания, у которой нет проблем с клиентами, она пошлет лесом. Она просто скажет, чувак, слушай, лишние вопросы задаешь, как бы, до свидания. Но есть, допустим, очень неплохой способ. Можно попросить контакты клиентов, кому строили последние дома. Ну, допустим, за последние, там, пару лет. Обычно в нормальных компаниях это не скрывают. Даже приветствуются. Есть строительные компании, которые своим клиентам, предыдущим, платят деньги за экскурсии. Не за то, чтобы они хорошо отзывались, а просто вот, на эти вам 10 тысяч рублей, люди приедут, посмотрят в вас дом. Такой тип заработка тоже существует. Вот таким образом, можно, по крайней мере, проверять, ну, какой-то бэкграунд, что там есть у этой компании. А по поводу увеличения цены, действительно, может получиться так, что могут продать воздух. Это объективный факт. И ничего с этим не сделать. Блин, самое, знаешь, что, блин, обидно все время, потому что, когда люди, вот, так вот слушают, да, блин, специалист от 400 тысяч, да, 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 я готов. И есть люди, которые готовы за это доплатить. Они понимают, они сами специалисты в своей сфере, они зарабатывают денег. Но, блин, потом раз, и все-таки заплатил за воздух. Обидно, блин. Да, такое действительно может быть. Мы долго думали, как оценить вообще, ну, потенциальную возможность китка какого-то. И пришли к выводу, что за дешево не построить хорошо никак вообще. А за дорого можно построить и хорошо, и плохо. Ну, то есть, все-таки есть шанс, что, да, то есть 50 на 50. Вот. Но есть просто компании, у которых, ну, действительно, объективно есть какой-то опыт, и есть клиенты, и можно с ними пообщаться. Есть какие-то отзывы, хотя к отзывам я очень, на самом деле, плохо отношусь, очень критично. Вот. Но есть различные выставки, опять же, где можно походить, посмотреть, там, реальные жилые дома. То есть, все выглядит таким образом, что, к сожалению, сидя за экраном компьютера, не выбрать себе подрядную организацию. Надо ножками походить. У нас пока этот процесс, он аналоговый почти на 100%. А можешь прокомментировать, почему ты говоришь, что ты относишь себя хуже к комментариям, к отзывам? Вот ты сейчас сказал, что про когда отзывы читают люди. Ну, потому что это все очень-очень заказное, и, к великому сожалению, не работает пока система наказания этих людей, которые пишут неправду в интернете. Мы сейчас стали устроены таким образом, что мы обязательно хотим читать отзывы, но сами компании, которые публикуют эти отзывы, они не наладили механизм контроля этих отзывов и не наладили механизм идентификации людей, которые это пишут. То есть, я на самом деле не против отзывов, но человек, который написал отзывы, он должен быть компанией, про которую написали, ну, как бы в досягаемости он все-таки должен быть, потому что если будет необходимость его привлечь за те слова, которые он написал, то нужно, чтобы все-таки его можно было найти. Если это сделать невозможно, идентифицировать, то я считаю, что такие отзывы публиковать нельзя. Я потому что просто знаю многие компании, кто работает и кто попадал под хейт заказной. Я здесь как раз, вот мы делали так кратенько те истории о ремонт в квартире, у меня там был прораб Слава, и как-то раз я захожу на ютубе к одному из выпусков, а я всегда читаю комментарии, и там кто-то пишет, типа Слава, твой хрень, мошенник, я к нему обратился, он меня кинул. Я, естественно, в шоке, там уже лайки пошли, и уже люди, типа, а поподробнее расскажи. Я это скрин отправляю Славе, и это, естественно, вообще ничего такого не было, он вообще знать никого не знает, и то есть претензий нет, я оставляю телефон, говорю, вы позвоните, давайте разберемся, тишина. Но вброс, что называется, зашел. Вот отсюда еще вопрос интересный, знаешь, вот ты наверняка заметил эту картину, я смотрел несколько даже выпусков, где ты эту тему поднимал, вот у нас все, что негативное, равно правда. Дом говно, бригада говно, люди построили отвратно, все это под снос. Молодец, Сергей, правду нам показываешь. Стоило тебе несколько раз, вот если не ошибаюсь, ездить куда-то на финское производство, ты показываешь, говоришь, смотрите, технологии, вот этот материал хороший, все понятно. Денежки у тебя в кармане, Сергей, ты продался, вот как нащупать эту грань, когда ты уже думаешь, такой, так, а стоит ли мне по компанию вообще говорить хорошо, ведь сразу это начнется, типа, продажность. Ну, на самом деле, нужно ориентироваться все-таки на людей, которые тебе доверяют. То есть, люди, которые будут писать всякую ерунду, ну, просто потому, что они злы на жизнь. Он, может быть, вообще как бы пишет с какой-то охраняемой территории, знаешь, и на жизнь злиться, и таких людей много делать, ему нечего. И поэтому надо работать для тех, кто тебе доверяет, кому ты можешь принести пользу. Они это оценят. Ну, а те, кто пишет неправду, в бан, я думаю, да и все. Давай сделаем небольшой блиц про личную жизнь, на что можно ответить, ответишь, на что не захочешь, так и скажешь. Где ты живешь сам? Я знаю, что это дом, вот можешь вообще описать, что это там, сколько площадь, этажность, что есть на территории, чтобы просто человеку было понятно, что выбрал под себя ты. Ну, у меня дом съемный, на канале «Малоэтажная страна» есть его обзор, наверное, мы делали где-то три или четыре назад. В доме 158 квадратных метров, три спальни, гостиная, два санузла, участок шесть соток. Одноэтажный? Почему ты не строишь под себя, работаешь, зарабатываешь, за аренду, дома платишь, сапожник без сапог? Да, многие пишут, что сапожник без сапог, но просто в свое время я для себя сделал вывод, что я хочу жить в той локации, которая мне нравится. Я прекрасно понимаю, что в этой локации там один участок стоит 15-20 миллионов рублей. И я не хочу даже начинать никакую стройку, пока у меня не будет земли конкретно вот там, где я хочу. Строить просто где-то посреди поля, как многие выбирают, допустим, едут коттедж на поселок строиться, воткнули туда дом, и все. И потом у тебя всю жизнь вокруг трактора, плов, шашлыки, музыка, потому что люди приезжают, чилить туда приезжают на выходные. Я такое как бы не хочу. Ну и к тому же, если я сейчас, допустим, взял бы этот дом, купил бы его в ипотеку, по нынешней ставке, нельготной, там 18-18 полнопроцентов, я бы за него платил где-то 300 тысяч рублей в месяц, а так плачу 70. Но в перспективах на будущее в планах есть, правильно построить дом? Ну вот давай, какой дом себе хочет построить Сергей Петруша? Что это должно быть? Какая площадь и с чего он должен быть сделан? Можешь рассказать? Визуал накидать нам. Ну это будет в любом случае что-то каменное. Мне бы хотелось, конечно, чтобы это был железобетон, монолит, потому что с этими домами меньше всего вообще каких-то проблем в экспертизе в том числе. Четыре спальни, кухня-гостиная, терраса, два санузла, один этаж. Коридорная система планировки, ну в смысле, что гостиная, так как бывает гостиная и вокруг вот эти спальни натыканы. А площадь? Я думаю, мне хватило бы 120-130 метров. А земельный участок, площадь? Я сейчас живу на 600-ках, объективно, мне хватает, у меня достаточно рационально там все распределено. Две сотки, может быть, можно было бы просто для того, чтобы расширить парковку, потому что, когда приезжают друзья, бывает тачку некуда воткнуть там лишнюю. Строение на участке, баня, веранда, еще что-то? Ну терраса, допустим, это обязательный атрибут загородного дома, по-любому. Баня у меня есть, у меня на самом деле баня-бочка, я купил ее на прицепе там за 250 тысяч рублей. Конечно, банщики сейчас напишут, что я конченый, как бы и вообще парюсь непонятно где, но меня вполне устраивает за эти деньги, прицепил ее за фаркоп и увез куда хочешь. Хорошо, в квартирочку не хочешь, в город? Ты знаешь, есть на самом деле определенные мысли на этот счет. Не то, чтобы я хотел прям в квартире жить там 100% времени, загородный дом в любом случае нужен, но у меня собака здоровая, Алабай, он не хочет жить в доме вообще никак. Мама, привет, у меня просто три Алабая у родителей. У него есть свой вольер, там есть теплая комната, он никуда не хочет, соответственно, это полноценный член семьи, мы вынуждены с его мнением считаться. Слушай, ну классика, как ты сказал в самом начале, квартира и дом в нужном месте, там, где тебе нравится, вот это вот изюм, но на этот изюм надо вот такой мешок денег, по нынешним ценам. Правильно? хорошая квартира сейчас стоит сколько? 50-е в Москве. Такой грубый вопрос у меня написан, но я зачитаю его культурно, не надоела ли тебе твоя работа? Нет вот этого так называемого перегорания? Знаешь, каждый день одни и те же вопросы, мы тебе задаем, для тебя, наверное, одни и те же вопросы, какой дом, какой дом, экспертизы и так далее, и это все день за днем, день за днем. В любом случае надоедает, стараясь переключаться, просто есть более сложные, интересные объекты, где требуются какие-то знания по реконструкции. Ну, сейчас в последнее время заходят объекты очень дорогие, вот последний дом из дорогих мы обследовали, 3 миллиарда стоит дом. 3 миллиарда? Да. И в таких домах работать объективно интересно. А как ты вообще отдыхаешь? Вот, допустим, ты приехал в конце рабочего дня или там по выходным, как вообще время ты проводишь свободное? К сожалению, получается так, что обычно я с работы приезжаю и нужно уже спать. Но сейчас еще из-за того, что я учусь, учеба добавилась, то есть тоже много времени отнимает, поэтому приходится просто приезжать, что-то там как-то поклевать и садиться там за комп, потому что монтажи, вот эти все дела. Сейчас благо появился оператор, монтажер, но очень много все равно приходится делать самому, потому что человеку смысл задуманного не объяснить. Ну да, да, да. Короче, как отдыхаешь? Сплю. Да, во сне. Все здорово. Я смотрю, ты сделал у себя в доме себе целую комнату, вот это можно наблюдать в последних твоих выпусках, в частности. У тебя там студия полноценная, звукоизоляция, все как положено. Такой ламповый стиль стал. Стримы можно вести еще, когда вот это подносит микрофон близко. Всем добрый день, с вами Сергей Петруша. Сегодня я вам буду рассказ и типа, о, класс, давай. Нет таких мыслей? Ну, студию я эту сделал давно, звукоизоляции там на самом деле нет, я просто на стол положил, был один остаток, организация, которая пледы на диван просто раздавала. Я этот плед прикрутил как бы стеганный на стол, а остальное, оно зашито просто затянутый геотекстилем черным. Вот, в общем-то, вся студия, поэтому особых подготовительных работ не было. Хорошо, но если все-таки копнуть немножко в сторону отдыха, вот какой для тебя идеальный отдых, что это такое? Вот, допустим, это не так, что, знаешь, там в пятницу, субботу, а вот, например, ехать на недельку, куда бы ты прям хотел сегодня отправиться, может быть, в горы, в Америку, в Лос-Анджелес, посмотреть там, где этот скидер, вот так вот люди стоят, типа охренеть, впечатлиться. Ну, что для тебя отдых? Ну, мы с женой мы очень любим автопутешествия. Почему автопутешествия? Потому что из иллюминатора самолета, там, не знаю, парохода, не разглядеть те вещи, которые тебе не хотят показывать. То есть, а здесь ты можешь состоять полноценную картину. Поэтому мы очень часто садимся на тачку, и меня почему-то постоянно спрашивают, я там делал обзор, допустим, на Весту, меня спрашивают, ты что, таксист? Ну, в смысле, как бы ты ее купил только новую, и у тебя уже пробег, допустим, полторы сотни. Потому что мы постоянно перемещаемся по стране, у нас незакрытых регионов осталось, наверное, может быть, с десяток. Единственное, куда мы не поехали на машине, вот сейчас я был во Владивостоке, но я все-таки решил, что на самолете как бы норм. Ну, 8 тысяч км, да, слабо. Пару примеров, вот если я тебя спрошу, Серега, вот расскажи что-нибудь жесткое, вот за всю твою профессию, 10 лет, что ты этим конкретно занимаешься и практику, вот какие у тебя там один, два, может быть, три случая самых жестких всплывают в голове, ты вспоминаешь тот дом, когда ты пришел, думаешь, ёлки-палки. Да, таких, наверное, нет. И это, на самом деле, можно привязать к моему ответу на твой вопрос по поводу трещин в доме. Больше паники, как правило. Если там прям совсем жесть какая-то там, то я стараюсь договориться, снять, допустим, и показать. Не всегда разрешают, не всегда владельцы как бы обыкновенные там условные земные люди, поэтому где-то снимать как бы нельзя. И многие думают, что у людей, у которых есть миллиарды рублей, у них-то в домах точно все в порядке. Как раз-таки в последнее время я в эти дома и попадаю. Оказывается, что страдают все от одного и того же, от кривых рук. Поэтому прям вот откровенно такой жести не было. В основном там часто бывает, наоборот, что-то там смешное. Хочу затронуть такой важный момент, с которого у нас сегодня с тобой в принципе начался диалог. Вот допустим, мы сейчас находимся на выставке Open Village, которую ты, например, хвалишь с самого начала. Мол, здесь нормальные, хорошие дома. Правильно я говорю? Здесь разные дома. Давай начнем с этого. Но здесь нет домов, в которых там что-то течет, гниет как бы. То есть критических недостатков нет. Но нужно понимать, что себестоимость каждого дома разная. Ты можешь найти, допустим, дом из морского контейнера. Ну, ясно же, что не будет такой же, как вот дом из CLT, например, в котором мы. Вот отсюда я хочу поставить вопрос такой, знаешь, так немножко грубо даже. Вот как определить, что приезжает человек? Мы говорим сейчас не только про Москву и Московскую область, а в целом по стране, чтобы всем была информация полезна. Что приехав на выставку, тебе там по ушам не ездят. Типа, да-да, у нас классные дома, хорошие, смотри, какой образец. Построили один дом образцово-показательный, ты там на нем расписался, еще какие-нибудь именитые эксперты расписались. Ну, все, проект отработан, можно стричь бабло. Ну, понимаешь, посыл вот такой. А потом на деле начинается строить, но уже не так, как они увидели. Как вот вообще почувствовать, понять, где... Ну, наличие вот этого образцово-показательного дома, это всего лишь точка входа. Деньги очень большие, и я людям объясняю, что не то, что как бы какие-то договорные отношения, а родственные связи, они не способны привести к положительному результату, если речь идет о десятках миллионов рублей. Потому что я постоянно привожу в пример, когда люди пилят там бабушкину квартиру на три части, каждому по одному миллиону рублей остается, и распилить не могут, и кровными врагами становятся. Родственники, все, не общаются до конца жизни. Вот. Когда речь идет там о 10-15 миллионах рублей, которые ты отдаешь чужому дяде, рассчитывать на то, что он построил дом, и тебе построить такое же нельзя. То есть у вас жесткие договорные отношения, ты держишь эти деньги при себе, далеко их не отпускаешь. Очень важно не отпускать деньги от себя далеко. И все. То есть все по пути нужно контролировать. Что-то не устраивает, сразу документик какой-нибудь, задокументировали, какой-нибудь акт отправили, допустим. Если там не отвечает, претензию, допустим, какую-то отправили, чтобы подрядчик понимал, что у вас серьезные намерения. Дружить с ними не нужно. Нужно быть просто в нормальных деловых отношениях. Я говорю еще раз, хороший дом это просто точка входа. Что лучше в итоге-то? Строить дом или купить готовый? Я нашел домик, тебя позвал, ты посмотрел все. Если хороший, берем и этот головняк весь прошел, что бы ты ответил на этот вопрос? Ну, я давай буду примерять к себе. Я, например, как человек, которому уже 43 года, я просто не готов ждать. Вот в этом как бы разница. Я, например, не готов, наверное, был бы жить в каком-то легком доме, если бы мне построили какой-то каркасник на сваре для постоянного проживания. Но как альтернативу, допустим, каменному дому, что это быстро. То есть принес деньги, через три месяца как бы ты живешь. Не готов был бы. То есть мне все-таки все равно хотелось бы жить в тяжелом доме, в камне с монолитными перекрытиями, с хорошей шумоизоляцией. И поэтому я бы искал себе готовый. Но, опять же, так как я занимаюсь поиском, ну не то, что поиском, поиском занимается там другой человек, а я занимаюсь проверкой, но я эти дома вижу. Я прекрасно понимаю, что вот, допустим, в 15-миллионном бюджете сейчас что-то найти в Подмосковье вообще практически невозможно. Они реально настолько стрёмные, настолько стрёмно построены, что я бы себе такое не купил. А от какого бюджета начинается что-то плюс-минус норм? Есть плюс-минус нормальные дома там и за 15, но там локации ужасные. То есть там люди хотят купить участок за 500, построить дом, допустим, за 10 и за 15 его продать. Тут вот еще проблема в земле. То есть 15 миллионов это же не стоимость дома, это стоимость именно домовладения. И когда ты покупаешь дом, очень многие вещи не вкладываются в стоимость дома, особенно если ты берешь дом на вторичке. Ведь можно снять, ведь можно купить дом бэушный. Многие к этому относятся плохо. На самом деле ничего как бы страшного в этом нет. Всегда можно освежить отделку, все будет окей. Соответственно, когда люди продают на вторичке, они уже там пожили, они не вкладывают туда ни стоимость ландшафта, ни стоимость забора, ничего. Плюс-минус в среднем по больнице смотрят стоимость дома и все. А если это коммерческая какая-то продажа, естественно там забор, если будет, это вообще хорошо. А то если не будет, будет, я не знаю, как-нибудь рабица, допустим, там еще там что-нибудь. Ну просто формально. Участок будет неухоженный, просто трактором разровняли. А сделать на участке газон, многие не знают, что это стоит там один-два миллиона рублей. Те же самые ворота откатные, нормальные поставить. Это еще там. И поэтому выгоднее гораздо, конечно, покупать дом на вторичке, дом, в котором кто-то пожил. Я бы вот так поступил. Почему по одному и тому же вопросу постоянно возникают разные мнения? Вот будет сейчас стоять вот этот дом? Сейчас вот даже то, что у нас на фоне съемки фигурирует. Позови сюда 10 прорабов, и вот у каждого будет свое мнение. Один скажет, так неправильно, другой скажет, наоборот, так правильно. Почему? Ну не существует вот такого внятного ответа. Казалось бы, технология строительства. 2 плюс 2 равно 4. Вот лично мне так кажется, а на деле выясняется, не, подожди. Это смотря, как считать, как смотреть, с какого угла и так далее. Прорабов не нужно звать смотреть дома. Прораб должен заниматься строительством. На этом его компетенции заканчиваются. Сколько простоит этот дом, он не знает, потому что рассчитать срок службы дома математически вот так невозможно. Мы можем эмпирическим путем получить какие-то знания, сопоставить некое количество объектов, набрать статистику и сказать, это будет так. Если прораб вот таких домов не посмотрел, допустим, 20 штук, то его мнение на тот счет, сколько он простоит, оно вообще никого не интересует. Что оптимальнее, так, чтобы лету 50-70 точно простоялось и похватило мне, детям, а уж внуки разберутся. Сейчас есть четко отслеживаемый сдвиг в плане срока службы домов. Люди не строят дома на 50-70 лет. Это объективный факт. Истории про то, что это достанется моим детям, все уже поняли, что они неактуальны. Этим детям нафиг не нужен этот дом. Как только вас зароют, короче, они этот дом продадут, снесут, не знаю, там как угодно в общем будет. Поэтому реальный срок службы дома, на который стоит рассчитывать, это где-то в среднем 30-35 лет. Если, допустим, смотреть и идти по пути Соединенных Штатов, которые можно любить, можно не любить, но тем не менее это страна, которая прошла долгий путь уже в ИЖС, то у них срок эксплуатации дома одной семьей среди 4 года, а срок эксплуатации дома до реновации 15 лет. То есть через 15 лет от дома остается один каркас, производится реновация, и, ну, по сути дела, это практически построить то же самое, новый дом. Поэтому дома на 50-70 лет не нужны, и поэтому все, что связано, допустим, с какими-то тяжелыми, монолитными, дорогими конструкциями, оно вот в рамках вот этих тезисов оно может быть опущено. То есть нормально построенный каркасный дом точно так же эти свои 35 лет, 25 лет он проэксплуатируется, а то и больше. Если он грамотно построен, грамотно эксплуатируется, то срок его службы по сути не ограничен. Это как самолет. Вот самолеты же у нас они десятилетиями летают, производится плановое ТО, сами планеры эти десятилетиями. Вот, по сути дела, дом это то же самое. Поэтому можно делать, конечно, упор на каркасные конструкции, но большой набор нюансов есть. Вот я, например, живу на участке, у меня на участке муравьи мелкие. Если бы у меня был каркасный дом, у меня были бы большие проблемы. Вот у меня в деревне тоже есть муравьи, поэтому все, что связано с минераловатными утеплителями, я это не использую, потому что будут проблемы. Такие же проблемы есть и у жителей Соединенных Штатов. У них постоянно она обязательно не платит за нее деньги, есть нормативы, с какой периодичностью все это делается. Поэтому, имея, допустим, вот такой вот дом, нужно быть готовым к тому, что очень специфически его придется как-то там обслуживать. Сожрать могут муравьи так за перспективу? Легко. Я недавно смотрел дом из СИП-панелей, во Внуково покупал клиент, он хотел принять решение, как бы сносить его или нет. Там участок очень классный. И там просто отгрызли кусок дома муравьи. Офигеть, блин. Каркасники все равно очень сильно подвержены нападкам грызунов. Ну, вот объективно это факт. То, что мы в интернете сейчас будем читать там комментарии, сейчас опять будет, живу в Каркаснике 5 лет, у меня никогда не было мышей. Это синдром выжившего. Потому что человек, у которого там эту вату вынесли эти мыши, он не будет просто об этом писать, ему стыдно. А я на обследованиях постоянно вижу, я забираюсь просто на эти перекрытия чердачные, я смотрю, там вся эта вата, вся в мышиных этих норах. Потому что по вате они по стенам проползают наверх туда, хотя могут и в каменном тоже пролезть. Но там тоже есть свои способы защиты. Но, по крайней мере, понимаешь, перекрытие, стены там, вот это все останется целым. Сейчас опять найдется человек, который скажет, что у меня многоэтажки, крыса, короче, сожрала бетонное перекрытие. Это вот найдется один такой человек. И 5 миллионов, у которых не сожрало. Но они ничего не напишут. Это к вопросу об отзывах, кстати. Ну да. Давай затронем тему санкций. Вот вообще с точки зрения стройки, качества материалов, качества поставляемого материала, появляются различные аналоги. Что-то не приходит, в том числе программное обеспечение, про которое ты сегодня говорил. Вот на момент, подчеркиваю, 2024 год, июнь мы снимаем. Что скажешь? Влияет это или все-таки выкручиваемся и есть из чего строить? Есть из чего строить, но как только появилось отсутствие конкуренции со стороны тех брендов, к которым мы привыкли, и стали появляться российские аналоги, по многим направлениям качество очень сильно снизилось. И когда общаешься просто с представителями компании, они говорят, ну а зачем? People's how it. С точки зрения цен, раздуты ли они, или же это действительно так меняются цены? Вот каменный дом, он дорогой. По отношению к каркаснику, сегодня уже каркасник там наравне с каменным домом. Раньше цена за квадратный метр условно была, я грубо скажу, 20 тысяч рублей, если мы говорим про каменный дом под ключ. Сейчас она там достигает 100 тысяч рублей. Вот там строители говорят, хочешь дом 100 квадратов, коробка будет тебе стоить 10 миллионов рублей. А дальше уже еще отделка и так далее, и так далее, и так далее. Вот это адекватные вообще цены, то, что сегодня мы видим на рынке, или это все вымысел? Это не вымысел. Во-первых, фонд оплаты труда очень сильно вырос. Я повторю еще раз, как бы считает, что зарплата рабочего на площадке там 250-300 тысяч, это нормально. Ну, естественно, как бы работяги сейчас напишут, а что вы хотели? Мы же типа работаем. То есть вот мы получили тот самый совок сейчас, за который многие боролись. В совке же у нас всегда было, что рабочий больше инженера получал. Соответственно, инженеры сейчас не хотят быть инженерами, не хотят нести ответственность. Очень сильно подорожали строительные материалы. Цены, безусловно, раздуты, потому что стоимость, допустим, каркасных домов во многом выросла благодаря стоимости дерева и стоимости ваты. Что такое вата? Вата – это воздух, по сути дела. То есть что воздух подорожал? То есть те породы, которые они расплавляли и делали из них вот эту нитку, и делали маты, что они сильно подорожали? Нет. Ну, на самом деле, есть моменты, которых просто не стоит. Знаешь, мы с тобой, может быть, когда-то соберемся в период оттепеля. Я тебе объясню те вещи, которые я сейчас не могу объяснить. Куда деваются материалы, как бы, и почему они столько стоят? И кто в этом виноват? И можно поискать еще виноватых в тех рядах, которые сейчас не принято критиковать. Это молодые семьи. Ведь у нас очень радовались все тому, что теперь дом себе может позволить купить семья, которая никогда на него раньше не могла заработать. Это, с одной стороны, хорошо. С другой стороны, мы видим, как за два года у нас дома подорожали практически в два раза. То есть, ипотека стала дешевле, дома стали дороже. То есть, те люди, которые эти дома успели купить, они все равно заплатили на них, за них дорого. Зато все остальные остались вообще без домов. Потому что, кроме молодых семей и айтишников, которые там в рамк небожителей сейчас вынесены, дом себе в ипотеку позволить никто не может. Ну да, по факту, допустим, я себе, если захочу взять ипотеку, я не хочу жить в новостройке, мне ставка 18%, а им ставка, сколько там, 7-8% льготная. Ну, пока что еще. Слушай, а часто приходится сталкиваться именно с такими людьми, кто считает, что все это раздуто, и, соответственно, все это можно сделать за 3 миллиона рублей дом построить, и услуги твои должны стоить не 100 тысяч рублей, а 20 тысяч рублей. Давай договоримся, не нагли и так далее. Или в силу ценника, в силу того, что ты не находишь там, условно, на прямом контакте, тебя это особо не касается? Меня это не касается, но я эти процессы сам анализирую, и мне почему-то кажется, что есть ошибочное осуждение в головах очень многих людей. Почему-то, ну, в свое время, когда была рекламная кампания «Дом по цене квартиры», «Дом по цене однушки», они это запомнили очень четко, и почему-то они все считают, что дом может иметь каждый. Вот ошибка как раз кроется именно здесь. То есть, они говорят, ну, хорошо, ладно, допустим, дом у вас стоит там 20 миллионов рублей, но квартира в Москве же стоит 40, поэтому я обратил внимание на дом. Извините, а почему мы ведем речь о том, что вы должны жить в квартире, допустим, в Москве? Да еще и за 40 миллионов. Да, пожалуйста, отъедьте 20 километров, 30 километров отъедьте от Москвы, там будут другие цены на квартиры. То есть, люди, они занимаются деятельностью, которая не позволяет им, к сожалению, это приобретать, но очень хотелось бы. Поэтому они вместо того, чтобы зарабатывать больше, они начинают верить в сказки про то, что это все раздуто. А потом, когда их в этой сказке, так сказать, карета превращается в тыкву, все виноваты, кроме него. Так что ли? А при этом есть люди же, которые умышленно обманывают, зная то, что вы, как говорится, лохи, хомячки. Да, ну, есть люди, которые ориентируются на таких людей, к сожалению. Не то, чтобы они сами были виноваты, как бы, сто процентов. Должна в любом случае как-то система их защищать. В любом случае, да. Но это, наверное, скорее должна быть работа правоохранительных органов, потому что отправлять всех в гражданский суд, когда тебя кинули с домом, на мой взгляд, это ошибочно. Ну да, согласен. Ну, надеюсь, что искровые счета хоть как-то помогут. И в дальнейшем, как бы, как говорится, вот где нужно закручивать гайки, помогать народу. Депутаты же принимают закон, и, как правило, все время что-то ужесточают. Вот где нужно дорабатывать, чтобы человек хотя бы чувствовал себя в безопасности. Смотри, есть вопросы от зрителей. Я делал публикацию в Телеграме канала. Кто подписывается, ребята, все читаю. Первый вопрос был, у него было достаточно количество лайков. Пусть посоветуют компании хорошие по России, к которым можно обратиться и, так сказать, если Сергей Петрушев сказал, мы к вам приходим по его рекомендации. Для тебя это, или для компании даже, скорее, какая-то некая рекламная интеграция может быть. Но есть кого посоветовать? Вчера был вопрос, в Сберии есть одна внутренняя какая-то система, там можно было задавать вопросы во время выступлений. И первый вопрос, который был, опять же, от какого-то, видимо, обиженного, а несет ли Сергей Петрушев персональную ответственность за то, что он рекламирует? Я не стал, конечно, хамить там в онлайне. Я вот думаю, как ты думаешь, что Валерия несет ответственность за то, что кто-то выпьет активы, и у него понос будет? Или Дмитрий Маликов несет ответственность, если кто-то head and shoulders себе голову намажет, и у него будет перхоть? Ну, глупости же, согласись. Поэтому я для себя принял решение, что лучше, конечно, не рекомендовать. Я бы просто всех пригласил на выставку, потому что здесь там 50 или сколько-то домов. Вот приходите, выбирайте. По крайней мере, круг сузится точно в разы. Ну, опять же, вопрос мы сегодня обсуждали, но тем не менее, а есть ли какие-то вообще советы, как выбрать подрядчика, который не слился? Ну, во-первых, я не знаю, может быть там 10 лет должен работать, большой штат сотрудников, вот вообще какие-то характерные такие признаки, что вот не обманят. Ну, просто частый вопрос. Нужно просто, возвращаясь к ответу, который я уже давал, нужно помониторить, с кем они работали за последние годы и пообщаться с людьми, которые живут в этих домах. То есть должны быть реально построены дома и реальные люди в этих домах. Вот хороший вопрос, такой, конечно, мы так вот тоже обсудили, как правильно заказчику, внимание, без профильного строительного образования и со средней зарплаты контролировать строительство дома. Вообще, нужно ли человеку с небольшой зарплатой лезть вот в эти ипотеки на строительство домов? Я, конечно, в ситуации, когда деньги раздают бесплатно, нынешняя льготная ипотека, это, я бы даже сказал, что вам платят за эту ипотеку, потому что инфляция опережает льготные ставки по IT-ипотеке, например, в пять раз. Вот, поэтому это бесплатно. Конечно, есть смысл взять бесплатные деньги, потому что деньги стремительно дешевеют, и этот ипотечный платеж, который составлял там 60-70 тысяч рублей, он через три года превратится в пыль просто для вас. Поэтому есть смысл на это смотреть, может быть, в инвестиционных целях. Какие плюсы нам всем остальным от этого? Если эти люди, не живя в этих домах, выбросят просто их на рынок и начнут реализовывать, цены, соответственно, на недвижимость каким-то образом, наверное, скорректируются и упадут. В этом, наверное, какой-то плюс есть. Если у вас нет лишних денег, средняя зарплата, и вы, допустим, считаете, что у вас там ипотека, ну, если зарабатываете 150, ипотека, допустим, 70, я не знаю, там, садики, школы, маникюры, там еще 30, и вот осталось там 20, дом – это точно как бы не ваша история, потому что за домом нужно следить. Дом загородный – это минимум две машины в семье. У меня обычно было три всегда, потому что с одной может что-то произойти, третья нужна. То есть это все, это обслуживание этих машин, это страховки. То есть точно с остатком вот этих вот денег, с этим кусочком вы частный дом не вывезете, он будет деградировать. И плюс нужно понимать, что частный дом точно так же нужно обслуживать, как и автомобиль. Есть более надежные решения, есть менее надежные, но тем не менее, все дома требуют вмешательства. Посоветуй, пожалуйста, оптимальный дом, площадь. Кому-то картинки рисуются с той самой Америки. Двухэтажный дом, у ребенка там своя комната, в подвале у него бильярд стоит. То есть это площадь, за которую надо платить. Потом люди уже на второй этаж лишний раз не пойду, ну понимаешь, о чем я. Но что бы ты посоветовал? Сколько это? 100, 150 квадратов? Вот это явление, которое я описал сейчас в Соединенных Штатах, вот это ребенок два этажа, там своя комната, оно называлось у них МакМэншин. МакМэншин. То есть это много дома по цене МакДональдса. То есть это были вот эти дома из американских фильмов, которые мы смотрели в детстве. И как вот Тим Кирби сказал, что там, говорит, нет ни одного угла под 90 градусов. Это, говорит, настолько низкокачественно, но картинка вот такая. На самом деле подавляющее большинство американцев в таких домах не живут. И они живут, как правило, в одноэтажных. То есть одноэтажная Америка, не просто так это выражение появилось. Два этажа появляются либо там, где площадь участка ограничена, но площадь нужна, либо где очень дорогая земля. Это где-то вот пригород, там хаосы появляются. Они растут в высоту. Опять же за стоимостью земли. А так американцы живут в одноэтажных домах. Площадь, конечно, как бы у всех разная. Но для России, для семьи из четырех человек вполне достаточно 120 квадратных метров. Это будет дом с четырьмя спальнями, с двумя санузлами, с гостиной, все остальное, как многие. А куда я буду ставить свои лопаты? Лопаты ты будешь ставить невытапливаемое помещение, стоимость которого 150 за квадрат, ты будешь ставить их в сарай. Шины ты тоже будешь складывать не в доме, ты будешь складывать их в сарай. То есть все технологические помещения из дома вынести. И поэтому получится одноэтажный домик вот такой вот красивый, аккуратный. И самое главное, что он будет ликвидный. Чем хорошо, например, дерево с точки зрения строительства? Если даже у нас где-то допущена какая-то ошибка, например, там, не знаю, неправильно вставлено окно, у нас есть какой-то мост холода, то сама вся древесина плохо проводит тепло и плохо проводит холод. И, соответственно, там не возникает, допустим, конденсация. Ну и, в общем-то, это можно эксплуатировать. Но с точки зрения эксплуатации там в рамках, допустим, переувлажнения стен от конденсата, с точки зрения эксплуатации из-за мышей и муравьев, это, конечно, представляет собой какие-то проблемы. Ну и долговечность тоже. С другой стороны, можно использовать, допустим, монолитный железобетон либо сборный, допустим, какой-то железобетон, который нужно утеплять. Но он теплопроводный. То есть, ты допустил ошибку с теплоизоляцией, у тебя тут же конденсация, а грибок плесень, допустим, появляется. То есть, должна быть какая-то золотая середина. Если дом построен правильно, конечно, дом из железобетона, можно даже сборный железобетон, как вот панельки раньше строили, он не представляет из себя вообще никаких проблем в жизни. И потом его можно просто взять краном, точно так разобрать и увезти. Ну, вот эти вот истории по поводу того, что, а что я из бетонной коробки в бетонную коробку поеду. Покупая каркасный дом, экологичный, как они говорят, они, видимо, смотрят, что его из досок строят, но по факту потом внутри полиэтиленовая пленка. То есть, получается, все эти доски оказываются за полиэтиленовой пленкой. То есть, живешь ты в пакете как бы. Раньше без Ютьюба никаких ужасов этих не было. Вот появляются разные каналы, специалисты, и вы столько жути нагоняете. Ты в своей сфере, а агенты по недвижимости в своей сфере. Банки какие-то там припоны ставят, мошенники появляются. Человек смотрит, типа, да ну его вообще нахрен, ничего я себе делать, покупать не хочу, потому что куда ни пойди, везде все вляпываются. Ну такое, знаешь, складывается почему? Потому что когда выпуски выходят, как мы сказали, позитивные, добрые, хорошие, где у человека все по зеленой, где ему все помогли, он всем доволен, пожалуй, смотрите, ну понятно, это реклама. А вот когда все ломать надо, это правда. Я, например, когда приобретал свой первый дом, я пытался его приобрести, я был совсем тогда молодым, я не знаю, еще женат я был или нет, я увидел рекламу просто, на доме висел, на многоэтажке, была компания, PolarSip называлась. Я просто пошел, взял кредит в банке, тогда ипотеки еще не было, я просто взял потребительский кредит, отнес им туда деньги, потому что, ну, у меня было ощущение, что я точно так же прихожу, вот я до этого там покупал, пришел в автосалон Lada и купил себе четверку новую. И поехал. Все, купил и поехал. Ну, где-то она там сломалась, починили, но я купил и поехал. А здесь я пришел, купил и не поехал. То есть деньги принес, и ничего не произошло. И поэтому люди, они должны эти истории видеть, потому что, когда они приходят в магазин, они должны понимать, что недостаточно оставить деньги. Нужно обставить попу буями как-то, чтобы этот дом приехал, хоть в каком-то виде. И действительно, с этой точки зрения мы воспитываем критическое мышление, и это полезно. Сергей, собственно, вопросов больше нету. Давай какое-то от тебя последнее финальное наставление людям. Вот что бы ты от себя так кратенько посоветовал вообще с точки зрения, стоит лезть в стройку, стоит ли покупать сегодня дом, или, может быть, рассмотреть какой-то другой вариант, вот какое-то заключение финальное. Если вы молодая семья, а мы опять же сегодня ведем речь про молодую семью, сначала мы давали им советы, потом обвинили их в том, что они виноваты во всех грехах, в том, что недвижимость подорожала в России. Но, тем не менее, виноваты или нет, в любом случае, нам, как более старшему поколению, в любом случае, надо вам помогать, никуда от этого не деться. На вашем месте, конечно, я бы не лез в эти тяжкие истории, связанные с загородным домостроением, потому что загородное домостроение должно полностью быть основано на загородной инфраструктуре, которой, к сожалению, в России у нас нет. Это мы здесь еще ноем в Истринском районе, что у нас типа здесь нет инфраструктуры, хотя, если сейчас позвонить, доставка сюда привезет нам еду, привезут медикаменты, все. Частные школы, есть и нечастные школы, но чуть подальше поедет. По меркам Москвы, ваши пробки, это не пробки. Дороги чистят, фонари горят. Я уже на самом деле на машине, когда езжу, когда попадаю на дорогу, где нет фонарей, как-то уже становится странно, настолько ты к этому привыкаешь в Москве, в Подмосковье. Поэтому нам тут ныть, конечно, нельзя в этом плане. Но у меня очень много людей смотрят канал, допустим, из регионов, и я думаю, что у тебя такая же ситуация. А там все гораздо более печальное обстоит. Поэтому, когда вы смотрите на эту картинку в доме, когда горит камин, допустим, там все тепло, уютно, вы забываете о том, что вы будете делать, когда вы перешагнете порог этого собственного дома. Когда у вас будет тачка в сугробе стоять, выехать отсюда будет нельзя, потому что трактор не приехал. Пока мы здесь снимали, у нас отключили электричество. Несколько раз. Сейчас не работает сотовая связь, хотя написано, что как бы она есть. И все это, оно на самом деле как бы аккумулируется и превращается в очень неудобную загородную жизнь. Я всю жизнь живу за городом, я всю жизнь испытываю массу неудобств, хотя глобально можно сказать, что как бы и есть свои преимущества. Но молодежи я не советую туда вписываться, потому что садики, школы, больницы, поликлиники, это все как бы очень сложно. У меня, например, жена, она за всю нашу совместную жизнь, там много лет уже вместе, ей удалось поработать буквально полгода вот именно в офисе. Но она просто не может, потому что, я говорю, когда ты идешь на работу, ты сразу целую кучу проблем приносишь к нам в семью. Потому что я должен заниматься кошками, собаками, детьми завези, привези, тренировки, врачи, короче, вот вся эта прочая ерунда. Ну и получается... А, знаешь, это такое в дополнение, сейчас женам отмечу. Оказывается, когда жена уходит на работу, сразу ощущается ее домашний труд. Знаешь, у нас в частности такие споры бывают, что женщины тоже должны работать. Ты вкалываешь, и она должна вкалывать. А как возникает вопрос, а кто будет кота кормить, а кто будет полы мыть, а кто будет мыть посуду, то что получается, она что ли? Ну вот так вот, раскрой, я думаю, девчонки за это лайк поставят. Серый, тебе огромное спасибо. Я думаю, этот выпуск будет полезен. Ребята, опять же, с чем-то вы согласны, с чем-то вы не согласны. Ваше мнение пишите в комментарии. Стройхлам, Сергей Петруша. До новых встреч, пока, пока.